Всем привет друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть в Spin Tires и у нас с вами новое обновление, вот оно 27, 10, 14, ну и давайте же посмотрим, что же это обновление нам с вами принесет. Так, ну по крайней мере вот так вот с виду сразу же ничего не скажешь, да? Вот, но дело в том, что конечно же я немножко почитал, что же именно изменили в этой игре, вот к сожалению того, чего мы с вами ожидали, ну по крайней мере мне было интересно, будет ли это реализовано или нет, а именно вид из кабины, вот к сожалению этого нет, это был просто слух. Вот, что же поменялось в игре? В игре пофиксили баги, также добавили поддержку рулей, теперь можно на рулях здесь кататься, с рулем, так скажем, да? Вот, плюс ко всему же здесь, вы помните, были такие камни, которые взлетали буквально, вот стоило на них наехать или рядом проехать и они летели вверх, вот эти камни тоже пофиксены, так кажется нам сюда. Вот, по идее теперь они не должны взлетать, вот. Плюс ко всему же у нас с вами здесь появилось новое исчисление повреждений, которые получает трак, грузовик. Вот, теперь эти повреждения будут более аккуратно подсчитаны, по крайней мере так обещают разработчики, и эти повреждения будут больше. Ну что же, веселее, конечно же, теперь будет играть нам с вами. Теперь, скорее всего, ту ачивку, которая позволяет 30 деревьев сбить, да, и заполучить в стиме, собственно говоря, саму ачивку, наверное, теперь будет ее значительно сложнее заполучить, я так подозреваю. Скорее всего, разбить в хлам придется тогда грузовик, чтобы сбить 30 деревьев. Вот, ну или мотаться постоянно в гараж, но это если кто такое захочет таким вот заниматься, такой, так скажем, мягко говоря, такой вот неинтересной, на мой взгляд, не совсем интересной деятельностью. Так, мы сейчас с вами едем в гараж, как вы помните, в прошлой части мы собирались открыть гараж, получить еще одно достижение, все гаражи открыты на карте вулкан. И у нас с вами стоит грузовик под парами уже на лесопилке с дровами, которые мы туда с вами привезли, осталось их только выбросить. Собственно говоря, вот эта вот часть не запланирована у нас, 31 часть, потому что я пытался, вернее, я собирался на 30 закончить, вот, но тут все карты попутало, вот это вот обновление. Все же я надеялся, что оно будет более такое вот объемистое, что-нибудь там будет интересное такое вот, а не просто фиксы багов. Но, конечно же, баги тоже нужно фиксить. Но это обновление, конечно же, не стоило серии, мне кажется. Так, хорошо, приехали, давайте мы разгрузим. Мы получили с вами ачивку вулкана Сеттлер. Вот, хорошо. Разблокировали еще один гараж и, собственно говоря, он нам и не нужен здесь, этот гараж. Так, перемещаемся, теперь мы с вами вот сюда. Может, не туда, прям так сразу уже, да? Давайте немножко прокатимся на вот этой вот модели. Я хочу проехать все же по вот этой вот дороге. Приезжали? Да, мы по ней ездили, точно. Я вспомнил, мы по ней с вами ездили. Собственно говоря, мы всю карту с вами и съездили, и смотрели, и делать тут совершенно нечего. Вот интерес, да? Так, ладно. Давайте тогда перемещаемся. Мы все же вот этот вот Д-537. Посмотрим. Вот они какие длиннющие, как мы только с вами сюда доехали. Вот, я сам себе удивляюсь, но все же, вот, но все же нам это с вами удалось. Так, хорошо. Да, вот, кстати, еще одно нововведение после этого патча, это то, что теперь не нужно заводить автомобиль, вот так вот нажимать. А по идее написано было, что вы нажимаете просто вперед, ну-ка, да, и двигатель пускается. То есть нажимаете клавишу В, и автоматом запускается двигатель. Не знаю, хуже это, лучше ли это, или все-таки лучше было бы с ключа заводить. Вот, ну, в общем-то... По крайней мере, мне от этого ни холодно, ни жарко, от этого нововведения. Так, я думаю, что уже у нас с вами никаких не должно быть тут проблем. Сюда вот въехать. А, нет, есть проблемы. Проблемы есть. Нам придется с вами сейчас разворачивать вот эту вот штуку. Иначе, скорее всего, не разгрузим, да? Вот, или разгрузим все же. Ну-ка. Да, разгрузили. Ну что же, здорово. Все задания выполнены у нас с вами. Время игры 4 часа мы с вами. Израсходовали 2 тонны топлива. Грузовики разблокированы, гаражи разблокированы. Разведано местностей все. Пройденное расстояние 22 километра. И количество спасений 0. Вот, на этой карте мы с вами не перемещали технику в гараж. Вот, несмотря на то, что карта вроде бы как довольно-таки сложная, согласитесь. И рельеф такой у нее сложный, вот, и грязи много, и, в общем-то, как-то полегче. Все же, наверное, опыт сказывается, я так подозреваю. Есть такое вот подозрение у меня. Может, я не прав. Вот, давайте мы еще раз взглянем на эту карту. Вот, она мне понравилась, откровенно говоря. Вот, такая вот нестандартная. Но то, что она, мне кажется, как-то помельче, да, вот, нашей предыдущей карты. Эти степи, или как она там называлась? Равнины, да. Как-то меньше мы тут с вами накатали. И здесь больше дорог, вот так вот скажем. Если на той все-таки дорог как-то поменьше будет, и больше всякой грязи, и всяких таких вот проселочных, то здесь вот везде, вот, вы видите, накатанные дороги вот такие вот. Поэтому было, наверное, легче из-за этого. Вот, а кто-то говорил, что это одна из самых трудных карт. Но мне показалось, что не очень. Так, ну что же. Вернуться в меню. Вот, мы с вами прошли еще одну карту. Вот, и в комментариях у нас с вами разросся такой вот, ну, жаркий спор. Продолжать ли спинтайрс дальше, или закончить на этом. Я думаю, что, наверное, все-таки мы будем с вами заканчивать. Давайте посмотрим, какие тут карты еще есть. Аркада. Широкая река. Вот, мы с вами прошли равнины. Мы же с вами прошли холм. Осталась вот широкая река, побережье. А, какой холм? Холм, вот, вулкан. Вулканы равнины. Холм остался. Вроде бы как большая такая карта, да? Побережье и широкая река. Вот, опять же, я ожидал, что какая-то еще, может быть, какая-то новая карта появится здесь. Но мы видим, что вот из обновлений это просто были фиксы. Фиксы разных багов. Плюс там сетевые какие-то фиксы были. Ну, в общем-то, это не суть важна. Так, давайте, я вижу, что время у нас буквально чуть-чуть есть. Мы просто посмотрим какую-нибудь из этих карт. Вот, например, ну что, давайте холм, да, вот такой вот. Или побережье посмотреть. Вроде бы как небольшая и широкая река. Да тут все что угодно можно осмотреть. Вот, по крайней мере, увидим, какая у нас тут вот есть новая техника. Зелон появился. Такой вот. Интересный, занятный. Мне нравится. На зеле я не катался. Так, газон. Ой, уазик, конечно же, газон. Газон это с фермер-симулятора. Уазик, который позволит все открыть здесь. Давайте взглянем на карту. Пилорама. Вот она рядом, буквально с гаражом. Тоже неплохо, кстати. Вот. Ну и мы видим, и вот еще одна пилорама. Две пилорамы. Круто. А вот и два лесоповала у нас с вами есть тут. Слушайте, это здорово просто. Мне нравится. Тоже такие вот широкие дороги. Давайте немножко прокатаемся, да? Вот, несмотря на то, что у нас с вами тут... То есть получается, что у нас тут нужно 8 очков на одну пилораму доставить. И 8 очков на вторую пилораму. В два раза дольше на этой карте играть. Ну ладно. Так, я хочу проехаться на вот этом вот красавце. Что у нас тут с вами есть? Сцепка, прицеп, бортовой прицеп, платформа, стандартная резина, цепи на колесах. Вот, я хочу цепи на колеса поставить. Вот как это выглядит. Занятно, по-моему. Вот. Ну вот эти вот тоненькие, конечно же. И что тут мы сцепку? Прицеп, бортовой прицеп, бортовая платформа. Так, а если мы это снимем, бортовую платформу поставим. Вот, будет у нас с вами стандартный газон. Вот смотри. Фу, газон, да что ты будешь делать? Зилон. Вот. Зил стандартный такой вот. Ну, погнали, что ли. Вот. И здесь мы видим с вами проблему сразу же, что только задние колеса у нас крутят. У нас нету полного привода, только задние колеса. Это бомба. Не так-то просто будет, я вам сразу же скажу, на этом тут катать. Я бы даже сказал, что совсем будет непросто. Нас будет постоянно таскать куда-то в сторону, потому что передние у нас, смотрите, вот не вращаются даже иногда. Да, да и вообще. Занятно, занятно. Мне нравится. Мне нравятся трудности. Вот такие вот. Ну и выглядит, конечно же, здорово. Наш с вами Зил. Так, а куда мы, собственно говоря, едем? Я хочу разведать. Разведать вот здесь. Да, у нас на лесоповал, собственно говоря. Поехали. Поехали туда. Да, вот тут вот, конечно же, не хватает вида из кабины. Вот, ну однозначно, согласитесь. Я думаю, что разработчики все-таки, наверное, прикрутят. Это, в конце концов, когда-нибудь. Вот, и смотрим, камни взлетают. Нет? Нет. Ну, действительно, пофиксили. Вы помните, у нас с вами на карте Вулкан эти камни взлетали на высоту, наверное, метров 15. Просто так, перед нами. Как какие-то, не знаю, как мины какие-то. Вот. Ну, в данном случае мы видим, что действительно, как и положено камням, они лежат на месте. Блин, это ж надо до такой степени раздолбать этот бедный зил. Но фары, по крайней мере, на месте. Так, бодренько мы едем с вами, слушайте. Может быть, даже и откроем что-нибудь по пути, по дороге. Посмотрим. Так, в общем-то, это будет интересно на этой карте мне поиграть. Вот, я принял решение, что все же... Вот, смотрите, как несет, да? Как несет. Вот, из-за того, что наши передние колеса не вращают. Как носит нашего бедного зила. Да, все, мы завязли. Завязли функции. Давайте выгребать отсюда. Вот, хорошо, выехали. Да, так вот, несмотря на то, что вроде бы как многие высказывали, что давайте продолжать, но такого, скажем, единого мнения я не увидел в комментариях, чтобы вот все сказали. В общем-то, есть мнение о том, что уже надоело все это, спинтайрс, вот, и много чего вообще надоело, и фермер надоел, вот. Но мне самое главное, что мне не надоело. Но так как, опять же, единства мнения нет, то, скорее всего, я буду играть, вот, потихоньку как-то сам для себя, воскресным каким-нибудь субботним вечером, вот. Кто мне скажет, зачем я туда еду, если у нас есть вроде бы как объезд. Вот там, где камней меньше. Поехали сюда. Вот, без напряга, без всякого. Никуда спешить не нужно. Работай себе в свое удовольствие, что называется. Так, как-то вот здесь вот с осенками тут вот так вот пролесками мы с вами. Так, хорошо. Не, ну мне нравится этот зелон. Офигенный. И мы видим с вами, что находимся мы рядом с точкой разведки. Вот. Это, это, это может быть и неплохо, с одной стороны. Но у нас, дело в том, что у нас с вами есть такая занятная ачивка. Вот. Я понимаю, что ачивки это все фигня, откровенно говоря. Вот. Но, тем не менее, есть такая ачивка в стиме, что разблокировать все точки уазиком. Вот. Поэтому, я не знаю, хотелось бы мне сейчас как-то мимо проехать этой точке и ее не засветить. Вот. А тогда я уже буду, собственно говоря, играть сам, да. И попытаюсь вот это вот все разблокировать уазиком и заполучить эту ачивку. Так. Домик лесника мы видим с вами. А давайте мы во двор к нему сгоняем. Посмотрим, что у нас тут. Классно. Мне нравится. Мне нравятся вот эти вот зилы. Мне нравятся газоны. Не знаю, чем они мне нравятся, но нравятся. Вот. Звуки ихних двигателей тоже нравятся. Все нравится. Так. Хорошо. Выйдем. Зайдем в гости к леснику. Чайку дернем. Да. Там жена его пирогов напекла с грибами. Вот. Грибов тут полным-полно в лесу. Вот. И лесник там где-то оленинки подстрелил. Шашлычок вечером здесь сделаем. Красота. Вот. Согласитесь, да? Просто красота. Так. Это, конечно же, все красота. Мы с вами заехали вообще не туда, куда нам нужно. Нам нужно поворачивать налево и пытаться вот выехать. Или чуточку левее и выехать вот на эту дорогу. Да? Может быть, вот так вот по дороге горите чуточку левее. Ну, вот оно. Ладно, поехали. Вот. Накормили нас пирогами. Шашлыки мы не будем уже тогда оставаться на шашлыке. Работать надо. Так. Что у нас тут? Там у нас камни. Вот. Здесь у нас лужа и грязь дикая. Вот. Ну, давайте пробовать проскочить, что ли? Нет. Я как-то, знаете, как-то опасаюсь я на зиле проскакивать. У него передние колеса не вращаются совершенно. Я, наверное, буду вот так вот как-то проезжать. Я даже не представляю, вот. Не представляю, как можно на этом зиле возить бревна. Даже мелкие вот эти вот. Он же вообще будет непроходной какой-то. Наверное. Тем занятнее будет проедать. Так. Давайте мы здесь вот так вот немножечко срежем вот эту вот лужу. Проедем мимо. Так. И сразу же посмотрим, мы выезжаем с вами или выезжаем, или думали выезжать. Вот нам бы сюда резко. Резко. И тогда мы выедем на дорогу. Иначе мы будем параллельно с вами ехать. Кто его знает куда. Так. А резко у нас это вот сюда. Согласен. Там дальше у нас такой вот березнячок, где подберезовики растут. А вот здесь вот только у нас мухоморы произрастают. давайте мы попытаемся форсировать вот этот вот удастся нам или нет склон. Ну, по крайней мере, я так думаю, что сейчас зацепимся. Так. Ручник, да, желательно выключить. Зацепимся за сосенку, за какую-нибудь. Да, выберемся, я уверен. Погнали. Вот. Хорошо вот эта вот штука, да? Лебедка. Просто здоровская. Без лебедки здесь было бы туго. Мягко скажем. Так. Сбиваем, проверяем как раз вот этот вот фикс, который сказали, что будет учитываться по-другому повреждения автомобилей. Не знаю, пока что мы ничего не получили, краску еще больше ободрали на нашем зелоне. Кстати, занятно то, что вот с рулем можно будет работать. Это нужно будет проверить. Руль у меня уже пылью припал, валяется. Вот все никак. Фермере его, в общем-то, неинтересно использовать, потому что выходишь из автомобиля и нужно переключаться все равно на клавиатуру. А вот здесь вот в самый раз. Согласитесь. Так. Мы на дороге. Да, мы можем с вами поехать направо, мы можем поехать налево. Пойдешь направо, завязнешь, пойдешь налево, то же самое завязнешь, пойдешь прямо. так, даже затрудняюсь как-то. Может, влево поедем или вот вправо поедем, или нам все равно куда ехать. Я вот это вот боюсь, как бы его тут не засветить. Все-таки хотелось бы уазом его разведать. Ну ладно, давайте. Если что, мы проедем мимо, попытаемся проехать мимо. Если там будет вот этот вот засвет каэта. Ах, как его плющик, да? Какая красота. Смотрите. Его просто сгибает, я просто чувствую, как его сгибает. Во все стороны скручивает, но держится наш Зил держится. Так, вот здесь вот нужно как-то по-быстрому проскочить вот этот вот кусок лужи. Чувствую, что мне предстоит работа, будь здоров на нем. Если только на нем нужно будет катать. Так, вот я вижу кусок дороги туда, пошел, да, и мы с вами ехали, ехали и приехали. Как-то вот дорога наверное сюда ушла. Ну, она-то, да, она-то туда ушла, но я не хочу по ней ехать. Я хочу куда-нибудь куда хочу, туда верчу. Короче говоря, у нас с вами получается. Вот, немножко там повреждений было, вы видели, да? Шибли мы там что-то. Здесь у нас что такое интересное? Не завязанных бы где-нибудь здесь в подлеске. Потом фиг отсюда выедешь. так, а мы в общем-то можем это себе не позволить, а может у нас такое случится. Запросто. И больше ездим такими вот непонятными тропами, кустами, кустарниками, погребы, короче говоря, мы с вами приехали, судя по всему. Как танк еду. Все сшибая на своем пути. Красота, просто красота. Вот, но тем не менее выехали. Куда? Куда? Не сюда, я не хотел сюда. Нужно смотреть. Вот, а не гав ловить, что называется. И хрен теперь вот выедешь же. Да, опасный уровень воды. Давайте выбираться. Как-то. Так, ручник. Смотрим, есть ли у нас ближайший слава тебе. Так, давайте, погнали. Ручник нужно выключить. Согласен. Фу, хорошо. Кто ж знал, что здесь будет река протекать-то? Я-то думал, дорога. Еще начал разворачивать автомобиль, чтобы посмотреть, какой он красавец со стороны. Да, разворачивался. Так, нам нужно сами резко влево. Вот, и тогда мы попадаем на лесоповал и не попадаем на вот это вот. Мы уже ее проехали мимо. Это просто здорово. да. Я все на него насмотреться не могу. что-то как-то мне не знаю, нравится вот это вот. Я уже сказал, да, что старая техника это понятно, а то, что мне нравится совсем уж старая. Я имею ввиду, что не модель новая там старая, а то, что она ржавая, грязная. Ну, не знаю, есть такое. Наверное, это из-за того, что в играх всегда практически, да, у нас модели какие-то такие вот с иголочки блестящие. Практически нигде грязь на модели не цепляется. Вот. Ну, я, конечно же, говорю о фермере. Вот. Моды есть, которые цепляют все это дело. Так, что там мы? Кустик не можем проехать, да? Вот. Но изначально, конечно же, там все с иголочки. И когда изначально у тебя вот такая вот техника ржавая, то, конечно же, это добавляет чего-то там интересного. Так, родной, стой. Давайте мы отсюда как-то через кустик этот попробуем перескочить. Так, так. Вот. Совсем другое дело. Оно-то другое-то другое. Но реку-то все равно придется форсировать, я так подозреваю. Или вон как-то с той стороны объезжать. Потому что с этой стороны очень уж далеко. Вот. Да и не проедем мы там с вами. Совершенно. Вот. А форсировать не хотелось бы. Давайте пробовать вот здесь прокатить. прокатит ли или не прокатит. Не прокатит. Не прокатит. Я уже вижу. Давай-давай-давай-давай. Мы не будем останавливаться. Будем лететь буквально. Если это так можно назвать. Действительно урона больше. Какие-то веточки наносят нам с вами урон. Вот. Ну, вроде бы как выехали, да? Хорошо. Но носит не по-детски нашего Зелона. Вы видите. Просто не по-детски. А, не надо переворачиваться. Пожалуйста. Цепляемся. Выезжаем отседого. Вытягиваемся, вернее. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Давай-давай-давай-давай. Грязь. Однако, господа. Грязь. Так, хорошо. Где у нас тут подальше? Погнали. Вот. Выехали. Ну, вы видите. Вот такими вот довольно-таки небыстрыми темпами в принципе можно, конечно же, куда-то добраться. Вот. Но, как я уже сказал, вот она, кстати, дорога. Да? И вон там дальше что-то у нас пошло. Ну-ка, давайте взглянем. Вот. Мы развернулись сюда. Нам нужно сейчас с вами направо. Ну, вон она, правильно. Там, с той стороны дорога. Туда ехать. И, в общем-то, я так думаю, что это будет более-менее легко сделать. Деревья здесь есть у нас с вами. Вот. Если что, можно вот так вот через пролесок попытаться продраться. Но лучше, наверное, вот туда свернуть и туда поехать. В общем, я буду на этом с вами прощаться. Мы с вами доиграли две карты, посмотрели немножко вот следующую карту. Вот. Если вы уж настаиваете на том, чтобы мы с вами продолжили Spin Tires, ну что же, ставьте тогда лайки. Только так я могу понять, что вы хотите продолжения. Если, скажем так, наберется, ну где-то, ну не знаю, ну как минимум 500 лайков. Вот. Тогда мы с вами будем продолжать вот на этой карте. На этом я буду с вами прощаться. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok